Я извиняюсь, у меня немножко связь плохая здесь. Вот еле-еле присоединился к эфиру. На чем мы остановились? Ты сказал, Камран, армяне хороший повод для хорошего утра, что-то в этом роде, да? Нет, я сказал, что армяне это хороший повод проснуться. Хороший повод проснуться, да. А в чем заключается, вот интересно, в чем заключается хороший повод вот этот? Ага, все очень просто. Я спал и вдруг в полусомном состоянии вижу, что вы пишете, пишете что-то там, давай как-нибудь поговорим. Ну это нормально, я сам-то часто пишу, кому-то предлагаю эфир, это нормально. Здесь нет такого, что все сходят по мне с ума, я такой, знаешь, я подумаю. Бывает, что я предлагаю, это вполне часто происходит. А почему бы и нет, чтобы сходят с ума? Это же хорошо, когда сходят с ума по тебе. Вот величие это самое, на первом месте. Так говорил даже Фрейд, да, величие, стремление, вот это вот все. И, к сожалению, я Зигмунда Фрейда читал в 14-летнем возрасте, что очень противопоказано в таком возрасте, и я уже подзабыл, что он писал. Это очень противопоказано, потому что у него там все связано, не будем говорить все. Да, да, да. Зигмунд Фрейд и Карл Юнг, это вообще мои любимые авторы, чтобы ты понимал, да, касающиеся женских и вообще психологии и желаний. Проснуться почему? Потому что, ну, как бы, я люблю, да, когда есть повод проснуться и сесть и начать говорить. Такой интересный человек нам нужен. После того, как у меня вчера был эфир с Армянином, который утверждал, что Ереван – это великая страна, то есть мне нужен был умный все-таки, более такой, да, эрудированный человек для общения. Вот почему. Я согласен, я понял тебя. А вот я тебе так скажу, да, что на мысль навело с тобой эфир вывести. Я очень много смотрел там споры, ты с бакинскими армянами общался, да? Многие спорят. Ты чигарету можешь сказать, вот, спя, ты чуть-чуть, чтобы не было видно, потому что эфир могут забанить, чтобы ты понимал. Хорошо, хорошо, я понял. Во всем мире, во всем мире, во всем мире борьба идет, да, я тебя понял. Вот в твоих видео, знаешь, что полюбил? Вот твой клип, ты там сигаретой как раз и поешь. Лет восемь назад, хороший, хорошая музыка. Да, просто, да, да, там я такой фигнейший. Не послесняюсь этого слова, я сам меломан. И вот нужно тебе в музыкальной сфере развиваться у тебя отлично получается. В музыкальной сфере почему не пробуешь? Я уже 20 лет в Баку, в Азербайджане, веду свадьбы, корпоративы, различные мероприятия. Очень часто езжу в Россию, в Турцию, в Украину, в Белоруссию вести разные мероприятия там. То есть я очень много работаю, более 20 лет в этой сфере. А мероприятия вроде ты ведущий или поешь, исполняешь? Веду свадьбы. Певец, у меня нет такого голоса, знаешь, такого хорошего, профессионального, поэтому это чисто для кайфа. Но все песни, какие у меня есть, я пишу их сам. Я автор и слова, и музыку. Это чисто мое. То есть я это делаю чисто как хобби. Голоса такого нет, поэтому я не певец, я ведущий. Если бы у меня был бы хороший голос... Я понял тебя. Выходит, кроме этого клипа у тебя еще песни есть? Ну да. Я просто мечтал, видимо. Штук 25 точно из авторских песен. Это чисто для кайфа. Да, чисто так. Ну для кайфа, я тебе скажу, хорошо получается. Благодарю, если ты оценил, если честно, я очень тебя благодарю. Это не каждый день происходит. Потому что я, опять-таки, повторюсь, я делал это 10 лет назад. И каждый год-два у меня выходили какие-то клипы, песни, очень много. Посмотри, там море есть. Есть там с девушкой такой, которая чуть больше меня, да, килограмм по 200. Хороший. Я обязательно посмотрю, невнимательно был. Там заходишь в твою страницу, сразу этот клип выходит. Позавчера сидел, прослушал, отлично получается. Да, это чисто для души, просто для кайфа. Я вообще люблю. Чисто для души, знаешь, когда человек находится в расслабленном состоянии, ему в мысль приходит что-нибудь интересное, да, что он от сердца хочет. Получается здорово. Это видно сразу, получилось у тебя, у тебя было желание спеть, и ты сразу вот так вот взялся и клип взялся. Типа того. Да, отлично. Как у вас там погода? Погода, жарко. Очень хорошая погода для моря, для пляжа, но, блин, сегодня пятница, еще не так, но завтра, послезавтра народ... С детьми поездил в понедельник и в четверг, самые такие легкие дни. Потом дальше будет просто специальный день. Ну, я думаю, я люблю спокойные дни. Осталось полтора месяца до дождей для плохой погоды, еще вытерпим вот эту жару. У нас дождь бывает очень редко, у нас в основном ветер, у нас дождь в неделю один раз, если пойдет большое тело. То есть у нас, когда дождь, это событие. Все снимают фотки, видосы там красиво. У нас это ветер основной. Дождя такого нет, и снега у нас нет. Мне кажется, Камран, почему у вас дожди, ветра? Потому что находитесь близко у моря, поэтому... Город Ветров, да, называется? Да, поэтому город Ветров. Камран, еще кое-что хочу тебе сказать. Вот я сначала, когда начали общаться, я напомнил, что много видео твоих смотрел, в основном клип понравился, а больше всего мне понравилось видео, ты говоришь, что Армения – древний народ. Если честно, ты единственный азербайджанец, с кем я вот имею диалог, да? Вот мне понравилось мировоззрение твое, то, что ты принимаешь, что у нас древний народ, вековая история, вот это нравится. Ты знаешь... Интересовался, видно, что интересовался насчет. Я изучал, зачем говорить, что Армяне – древний народ, если о них много где написано, о них сказано, они во многих фильмах присутствуют, если есть культура определенная. Просто другое дело, что у каждой страны, какого-то государства бывает свой взлет и свое падение. Есть сегодня государства, которых вообще давно нет, вообще народа такого нет. Понимаешь, что Армяне сохранились – это большое дело. Есть народы, которые вообще сгинули тысячи, тысячи пятьсот лет назад, они пропали, они влились в другие народы, они перестали существовать. Некогда империи. Римская империя и итальянцы, ты думаешь, это прямо одно и то же? Тогда были римляне, тогда был Великий Рим, тогда была Македония, сейчас это Греция, сейчас это Италия. Понимаешь? Великобритания была сколько-то лет. Да, да, конечно, конечно. Мы с вами абсолютно… А Армяне до нашей эры достаточно, я так читал по источникам разным, ни армянским, ни азербайджанским, достаточно было интересно такое государство, но потом оно перестало существовать, сначала было Уарарту, потом Нагорье, потом Армения, потом был расцвет, распад и все, и потом мы влились как бы в сторону все-таки современного Ирана, Персии, туда ушли, да, народы. Большей частью как бы это Персия поглотила Армению, потому что она на тот момент была мощнее, больше. Были моменты, когда Армения была больше, понимаешь? Но именно если бы была бы такая мощная империя, хотя бы они, я думаю, где-нибудь-то написали бы, да, хотя бы, ну, скажем так, для меня самый главный источник истории это все-таки Библия, а в ней про Армению именно есть… Понятно, это сголок, это фундамент, это фундамент. Понимаешь, да, поэтому я могу об этом говорить, но то, что армяне – древний народ, это я уверен в этом. Но то, что сегодня армяне себе приписывают там городу 2600 лет, это значит, если город когда-то существовал, перестал существовать, или что-то было, это не значит, что ему… 2600 лет может быть городу, который основали, удерживали, и который всю жизнь был во власти вот определенного народа, определенной страны. Когда ты его основал, потом он перестал 1500 лет существовать, и ты там потом пришел-ушел, это уже слишком большие временные паузы. Понимаешь? Я считаю, что… Да, есть такое. Вот как Истамбул, я считаю, что Истамбул, да, ему может там 100 тысяч лет быть, да, например, 10 тысяч лет, но это большей частью как Константинополь. Истамбул-то вообще… Да, это Константинополь, да, 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 да. 500 лет у турков, у турков он 500 лет, а называется Истамбулом всего 100 лет. Представь, его 100 лет назад… Вот 100 лет, да, да, я интересовался, да. Что там, чем лично, да. А вот знаешь, Камран, есть же… Я числами, конечно, не помню, во всей нашей планете, на земле, которой мы все живем, мы люди все, да, есть приблизительно цифру, скажу, 5000 народов, у которых стран нету. Как я помню, если ошибаюсь, пусть кто смотрит, поправит там, напишет. Несколько тысяч, по-моему, до 5000 доходит народ, да, есть народ там… Я могу… Личневникам, да. Минимум 100. Если напрягусь, я могу 100. Но это, блин, если так сесть подумать, то только в одной Австралии. Представь, сколько племен… Ну, это там Африка, да, там… Африка, племена, я имею в виду. Там же идет война между племенами, хотя и странами… Земля и государство, и история – это не всегда одно и то же. Знаешь, есть такие великие… Ты не понимаешь, пойми, да, что сгинули очень часто не только народы, сгинули цивилизации. Майя – величайшая цивилизация, была величайшая цивилизация со своим лета исчислением, словарем, пирамидами, традициями, языком. Да, да, да. Их не вот эти постройки до сих пор остаются, а им уже до 300 были. Великая империя была. Возьмем Египет. Да, Египет, да, пирамиды. Копнуть в их религии, она гораздо старше мусульманства, иудаизма, христианства, гораздо старше. А у них там… Ты им начнешь рассказывать, они скажут, о чем вы говорите, нам вообще там, я не знаю, 30-40 тысяч лет. Понимаешь? Поэтому это очень глубокие темы, но считать армян не… Это да, да, очень знаю. Большой коллектив в Армении насчет этого. Я почему вот привел пример, много народов, а нет стран. Вот та страна, у которого есть государство свое, должно гордиться. Она не как, знаешь, как, извините, цыгане, если смотрят, у них же нету, да, своей страны. Они по всей планете, да, по всей планете. Это уже называется экономически. Если бы, например, у Армении был кусок земли, где есть ресурсы в большом количестве, там, нефть, газ, там, геополитика, если бы соседи были бы все христианские государства, или Европа хотя бы одного государства, Армении было бы проще процветать и проще естественно существовать. Так как она осталась в этом не самом благоприятном участке земли, да, поэтому ей так сложно. Все очень просто. И будущее для армян это найти общий язык с соседями. Только такое будущее будет. Это для любой нации. Конечно, конечно. Я тебе так скажу. Все, что было, это уже позади. Человек и вообще народ должен быть сегодняшним, должен жить сегодняшним днем, по моему мнению. Все правильно. А главное, у народа есть государство, а самое главное, чтобы соседями ничего не делили, да, чтобы все было обоюдно. Мы же все живем один раз, да, второй жизни нам никто не даст. Один раз живем все. И политики, и, не знаю, там, самый-самый нищий класс людей, там, ну, уборщики. Я не хочу затронуть их профессию, на хлеб зарабатывают. Если вот все будут думать одинаково, не будет никаких разногласий, никаких войнов, никаких кровопролитий. Вот живешь, например, в жилом доме, да, рядом еще один жилой дом, и сосед он твой. Ну, ты с ним будешь спорить, ты с семьями будешь ругаться, ты будешь ругать ребенка, чтобы в его двор не зах... А зачем все это? Нужно, чтобы было, знаешь, вот в Америке, как люди делают, сосед новый пришел, сразу испеченный торт к нему. Они не знают имени, даже подходят. Нужно язык найти, вот эту вот манеру. А споры, любой спор приводит два, три, четыре спора, да? Нужно найти общий язык. Общий язык. Факт, конечно, конечно, и он был когда-то, потом, видишь, на 30 лет общего языка не стало. Нужно рано или поздно прийти к тому, чтобы мы начали хотя бы хоть какой-то диалог, чтобы это случилось, там есть пара нюансов, но я в них тоже верю, и думаю, что закончить эти разнообразия в интересах обеих сторон. Закончить эти вот разборки, это заканчивать, это все, надо, нужно просто говорить. Чтобы наши сыновья, чтобы наши сыновья жили очень спокойно. Вот машина, вот это твоя машина, правильно? Да, да. На твое имя машина, правильно? Правильно. Я могу сесть в машину, ты меня можешь там подвезти, ты можешь выйти из машины, я могу завезти ее куда-то уехать без твоего разрешения, но это все равно твоя машина. Ты просто ее рано или поздно найдешь, понимаешь, такую машину, я ее не смогу даже на детали продать и рано или поздно. Я твой пример понял, я твой пример понял. Я эту мою, я не хочу машину самому. Это все у тебя, и у тебя, и у меня похожее мнение во многих вопросах. Все. Есть мнения, которые у людей не совпадают. Они совпадут, они совпадут. Они, дай бог, чтобы совпали, да, и чтобы и для нас было хорошо, и для вас, и чтобы мы были, жили мирно, как раньше, лет 30-40 назад. Я надеюсь, что такой момент настанет. Это очень трудно, конечно, но это будет хорошо и для твоих сыновей, и для наших сыновей, да, вот, на чистоту. Они же будут спокойно жить. По-любому, и ты отправишь на войну своего сына, и я отправлю. Но зачем нам все это, да? Они же один раз живут. Если бы мы жили лет тысячи, лет пятьсот, у нас бы было время, лет двести бы мы на войну отвесли нашу жизнь, да? Лет трисо бы жили просто так для себя. А мы живем, средний статистический человек живет 75-80 лет, да? Ты живешь одну жизнь, чтобы она была хорошая, по кайфу, чтобы ты гулял, чтобы ты радовался самым мелким, хорошим таким вещам. Согласен со мной? Все так и есть. Жизнь прекрасна. Жизнь очень коротка. Я на раду. Замер, замер. Он там пишет, мой глаз всегда видит хорошие комментарии. На плохие я забиваю, да? Он там кто-то написал, я замер. Вот пусть все так думают, чтобы больше ничего такого не повторилось. Я тебе тоже желаю всего хорошего и желаю перестать нам всем оскорблять друг друга в социальных сетях. Да, да, это ни к чему хорошему не приведет. То, что есть, на данный момент, то есть. Оскорбление, унижение, все это надо заканчивать, реально. Надо просто перестать друг друга оскорблять. Нужно просто жить дальше и... Просто жить, конечно, просто нужно жить. Все будет нормально. И не стоит ни в коем случае... Я заметил, большинство представителей народа одного, это, кстати, с обоих сторон. Это очень важный момент. Большинство представителей одного народа обвиняют единицы, которые хотят мира. Вот, например, я хочу мира, я говорю про мир, 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 меня будут свои не понимать, скажут, зачем там наши погибли. Если ты начнешь говорить про мир, мир, мир твои, говорят, да, наши погибли. Но таких, как я и ты, будет все больше и больше. Мы это говорим не для того, чтобы продать Родину, не для того, чтобы отдать то, что наше, понимаешь, или отступить от того, что не наше. Нет, мы это говорим для того, чтобы наши сыновья перестали гибнуть. Моя цель, чтобы ребята перестали погибать. Все. Земля не стоит ничего, если на ней нет бьющихся сердец. Пустая Земля никому не нужна, если на ней нет людей. Согласись, да? Пустой Земля... Конечно, я согласен с тобой. Живем все на одной Земле, да? А потом измерение на одной Земле. Ничего не стоит. Первое главное в жизни это человеческая жизнь, а потом уже Земля под ногами. Понимаешь? Конечно, конечно. Один и тот же... Бог, да и что? Извини, перебил. Один и тот же воздух дышим. Одной и той же к земле ходим. И вот начинаем все это делить. Все равно все больше и больше будет призывающих к миру, увидишь. Потому что народы, люди сами тоже устали от конфликта. И все хотят человеческой справедливости и мира. Чтобы не думать о том, что вот сейчас опять что-то разгорится, будут провокации, будет, будет. Потому что все мы пережили очень много бед и хотим человеческого счастья. Просто человеческий. Нам же много не надо там, не знаю, там золотых гор или бриллиантовых там дождей. Нам нужна просто счастливая, стабильная жизнь. Чтобы мы знали, что мы живем, что нас там завтра никто не стрельнет. Что просто... люди не будут погибать. Вот что нам нужно. Я тебя благодарю за эфир. Я тоже очень благодарен. Мне самому пять минут вот очень интересный разговор был. Уделил. Мне нужно на работу идти. Удачи. Очень было интересно пообщаться и очень хорошо, что мнения совпали. Мои с тобой, твои с тобой. Как тебя зовут? Ара зовут меня. Ара. Ара. Какое оригинальное имя. Был такой царь в Армении. Ну, в жаргоне употребляется ара, поэтому ты улыбнулся, наверное. Нет. Ара. Был такой царь. Ара. Это Ара прекрасный. О, тысячи лет назад был. Такой царь у нас. Ара. Ну да, начиная с 20 века Ара вошел почему-то в жаргон. Ара прекрасный. Надо. Да. Был такой. Ара красивый, прекрасный. Ара Герецик. Такой царь был у нас. Ну, в начале 20 века почему-то в жаргон вошел. Ты, наверное, замечал, армяне, когда общаются, часто Ара-Ара называют. Это абсолютно никакого значения не имеет. Ара, ты не прав, значит, прекрасный ты не прав. Или Ара, что ты наделал, ты такой красавчик, но ты все равно галять сделал. Нет, это почему-то в жаргон вошло. Я, если честно, не знаю почему. Ара-Ара-Ара. И вот так вот. Есть. Ну, произносится по-армянски по-другому. Мое имя и вот другая Ара, это совсем разные вещи. Но чтобы Ара, прекрасный. Я обязательно почитаю. Мне интересно всегда. Почитай, тебе интересно будет. Ара-Геросик, Шамильям, подружка его там была. Что? Ты в Ереване живешь, правильно? Да, я в Ереване живу. А как погода вообще? Ну, у нас сегодня дождливая погода. Рано утром сильный ливень был, ну, солнышко выходит, отходит. Такая переменяющая погода. Я желаю, знаете, чтобы поступили человеческие отношения, чтобы ты мог на этой машине приехать в Баку, там на море на выходные, а я мог приехать в Ереван и погулять по историческим памятникам, которые действительно хочу увидеть и посмотреть, где они находятся. Неинтересно. То, что церкви, я понимаю, есть там несколько объектов исторических, Эрегуни, там, дворец один. Я хочу это видеть. Почему для меня важно? Я знаю оригиналы, как выглядит, и знаю, как выглядит фальсификация. Никогда не говорю, что это подделка или это... Я должен видеть. Я очень часто в мире видел, к сожалению, доделанных памятников. Там только фундамент, все остальное налепили. Это мне просто как любителю археологу очень интересно приехать и посмотреть вообще на все это. Все это взаимно. А я захочу приехать посмотреть на наши вот эти вот все достопримечательности. Конечно. Но это будет очень нескоро, но... Все идет к миру, как мы сказали с тобой. Представь. Это будет нескоро, но... очень хотелось, чтобы был мир. Окей, благодарю. Ара... Я тоже очень благодарен. Желаю тебе хорошего дня. Ара, береги солнечного удара, не ходи без шапки под таким солнцем. Хорошо. Прислушаюсь к твоему совету. Спасибо. Желаю хорошего дня. Рад был пообщаться. До свидания.